Всем привет! Я Олег Базлов. И сегодня я познакомлю вас вот с таким необычным, но очень полезным приспособлением. Это воздуходувка-пылесос Садовая. И несмотря на свои скромные габариты, она оборудована очень мощным двигателем, который создает сильный воздушный поток. Двигатель развивает мощность 2500 Вт. Инструмент комплектуется двумя раздельными трубками, плечевым ремнем и мешком для сбора пыли. Тогда, когда воздуходув работает в режиме пылесоса. Собрать данный инструмент очень просто. Две трубки соединяются между собой и скрепляются тремя длинными винтами из комплекта. Двумя винтами трубка скрепляется между собой в средней части. И третьим длинным винтом трубка закрепляется на самом инструменте. Еще есть два коротких болтика, которые крепят основную большую трубу тоже непосредственно на инструменте. Но если у кого-то возникнут сложности со сборкой, то можно обратиться к инструкции по эксплуатации и прочитать, как это все легко собирается. Наплечный ремень фиксируется за специальную скобу. И при помощи карабина соединяется. Длину можете легко отрегулировать в зависимости от того, какая она нужна. Примерно вот так выглядит человек, который собирается убирать свой сад-огород от листвы. Напомню про органы управления, которые есть на нашем устройстве. Во-первых, это подпружиненная кнопка включения. Когда вы удерживаете кнопку, инструмент работает. Стоит отпустить палец, инструмент прекращает работать. Также можно выбрать оптимальный уровень потока воздуха, как всасываемого, так и выдуваемого. Для этого существует вот такой электронный регулятор. Он тоже находится рядом под пальцем и очень удобен. Настроить режим «вдув» и «выдув» можно при помощи вот этого рычага. У него всего два положения. На всасывание и на выдув. Ну и в режиме всасывания весь мусор попадает в этот мешок, объем которого составляет целых 45 литров. Работать воздуходувкой можно при помощи вот такого ремня, который идет в комплекте. Но мне вот, например, он недостаточно велик. Поэтому мне удобнее работать без него. Отстегиваем ремень. Включаем инструмент в сеть. Выбираем необходимый режим. Здесь есть пиктограмма с указанием, в каком режиме будет работать воздуходув. И пробуем включить. Сейчас я включил режим «выдува воздуха». И по нижней трубе весь воздух будет подаваться на очищаемую поверхность. Для наглядности мы сейчас нарвем бумаги, так как сухих листьев и пыли у нас нет в нашем чистом помещении. И покажем, как это на практике. Проверяем первый режим. Режим «выдувание». И как вы успели заметить, поток воздуха очень мощный. И даже с прилипшими листьями он способен справиться. Продолжаем наше испытание. И включаем режим «всасывания». Поворачиваем рычаг наверх. И включаем. Вы видели, даже я не ставил воздуходов на опорные колеса. Для удобства эксплуатации. И наша бумага очень быстро попала сначала в крыльчатку. Затем в мешок для сбора мусора. Ну и как вы видите, бумага попала в мешок. И плюс ко всему она еще измельчилась. Это очень большое преимущество при работе с опавшей листвой. Потому что листва не измельченная. Она занимает достаточно большой объем. Когда она проходит через крыльчатку. Крыльчатка, напомню, сделана из прочного пластика. Она дополнительно измельчается. Мы можем достаточно большой объем листьев поместить вот в нашем мешке. Надеюсь, наш скромный тест-драйв данного устройства был интересен. Ставьте лайки. До новых встреч с садовым инструментом RedWerk. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова